Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я каждую веревочку раскладываю по всему ящику аккуратненько Я больше люблю укладывать, упаковывать цирковую аппаратуру Девушки отдыхают 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 всю эту историю. Я бы себе поверочные расчеты вам делал. Да, знает он всю эту историю, как они думали, что это будет. Так что, вешать или нет еще? А? Нет, дай богу, Борис Михайлович, умоляю вас. Что ты говоришь? Да, когда ты мне не дал подвесить блок. Что ты эту штуку дал, а тот ту не дал. Ведь труднее же так. Понимаешь, Валера, легче вперед подъем, я его утяну, а потом аппарат. Почему так? Потому что масса дополнительных веревок от аппарата идет. Ну что тебе? Ну что тебе жалко, да? Здравствуйте. Приветствую вас, Катерина. Здравствуйте. Вы как всегда юн? Ну а что мне делать сейчас? Прожитые годы на вас никакого отпечатка никогда не накладывали? Нет, я просто равняюсь по вас. Вы значительно моложе, но дело в том, что я там все-таки хочу по коммуне взравняться, по кому следует. Мне деньги платят за то, что я артистка. Мартоныч, вы знаете, я зачем к вам пришла? Пока я работаю в цирке, мне естественно, но хотелось бы отработать. Я могу снять очки? Конечно. Чего я в очках, собственно говоря, не убежал. Нет, ну вам лучше будет ветер? Нет, вы знаете, потому что на улице ветер, и у меня всегда в глаза что-то такое летит. Реснички у меня маленькие, в глаза у меня что-то летит. Вот что я хотела говорить. Большое мнение. Я не знаю, на какую программу это, на первую или на какую, потому что вам, как режиссеру и деятелю, карты в руки. Мне бы хотелось, по-настоящему бы хотелось, отработать не просто свой номер в этом цирке. Я понимаю, что это будет очень красиво, высоко и так далее. А мне бы хотелось, чтобы вот как-то, понимаете, собралось несколько хороших, лучших просто гимнасток и скомпоновать как-то несколько финальных трюков, сделать какую-то вот такую феерическую, какую-то такую заставку, потому что, ну что бы мы сейчас не показали, каждая вот в отдельности, понимаете, хорошие, классические, с выдумкой там номера. Но такой век, что хочется какой-то, понимаете, вот такой выдумки. Это вообще отличная идея, если вы помните совсем недавно, что-то в этом духе я пробовал сделать, когда, ну скажем, Галина Адаскина работала в сопровождении, я не знаю, восьми кордепарелей. Но это, так сказать, тоже попытка, с моей точки зрения, довольно удачная. Но если бы удалось скомбинировать какой-то свидетель, что есть, а может быть... Нет, Марселомович, послушайте меня. Когда у вас висела Адаскина, да? Да. Адаскина. Адаскина прекрасный, первоклассный номер, да? И рядом у вас эти все канаты, ну как бы оформление, как антураж, как статистки. Не, не как статистки, они были как... Ну, как в этом сам... Вы болеете кордепарет? Кордепарет, да. Только у вас души нет. Ага. А это же было когда-то, когда висела по... по этому самому... по манеру трапеции висели разные. И много там женщин на трапециях тоже работают. Дело не в этом. Мне хочется, что именно, чтобы все были равнозначащие, равноценные, и чтобы, ну понимаете, из таких... ну какой-то феерию, из финальных трюков. Я вообще всячески, так сказать, за все то, что вы говорите. Если уже мы дошли до такого положения вещей, когда вы с уважаемым Доната в представлении, которое я делал на стадионе, значит, делали совершенно невероятничие вещи под вертолетом, я никогда не забуду, поскольку всего-то было шесть этих самых, если вы помните, представлений. Всего-то. Да, шесть представлений. И пока вы там летали на высоте, по-моему, шестидесяти метров. Нет, милый мой, сто метров. Ах, да, хотя сто метров. Потому что в зависимости от погоды, от ветра и от солнца менялась высота. Я только помню, что в течение почти всех этих шести раз пока вы все это проделывали, и когда вы с Доней улетали, уже совсем под вертолетом... Со стадиона «Динамо». Со стадиона «Динамо». В продолжение этих там где-то десяти минут у меня все время от ужаса были руки мокрые. Макуша? Да. Давай, скажи мне. Ты прийди пораньше, потому что ты, может, что-нибудь маме поможешь. Ну, поскольку. Можно? Наденься так, чтобы это радовало меня. Ладно. Народ, население, не важно, чтобы мать радовалась. Достачка Максим, я на. Я... А Мака пройдет с вами, он пораньше... Как же Мака может пройти со мной? У вас есть пропуск. Вы должны отдать его Маке. Он будет раньше меня. Подумать надо. Столько лет жили на свете, и такой даже вопрос должен решать я. Все. До свидания. Я вас рад. Из воздушных гимнастов она, пожалуй, лучшая была. Она много раз падала, много раз летела, разбивалась, очень много раз. Очень много. Даже я не могу перечислить их. Об этом могут статистика только сказать. Сколько раз она калечилась, сколько раз она летала. И это ее не остановило. Она все-таки возвращалась на воздух. Только воздух. Я помню, как она мне говорила, что нет, что вы, не работать и без цирка мне жить не нужно. Я не знаю, сколько ей лет. У меня лет 60 сейчас. Я не знаю, сколько. Она отлично выглядит. Да, да. Ну, конечно. Пожалуй, из всех артистов, сколько мы знаем, в таком возрасте уже никто не работает. Да, вот и обратить внимание на ее работу, то, что она делает, все те трюки, которые она проделывает в своих номерах. Можно подумать, что ей 20 лет. Да, несмотря на то, что ей, наверное... 22-25 лет. Настоящая... Помнишь, когда она сделала вертушку в петлях? Она ее первая сделала. Первую у нас никто не делал. Даже никто не верил, что она этот трюк сделает. Я вот помню, как не верили, говорили, нет, этот трюк не получится. Получился и делает его до сегодняшнего дня. КОНЕЦ Начинается мой номер с такого вылета из-за кулис. И иногда я не успеваю хорошо одеть накидку. Иногда уже объявили номер, а я еще не совсем готова. И уходит музыка, и я начинаю спешить, как я всегда говорю, что я как ведьма из трубы вылетаю. И в следующую секунду я уже должна думать о том, что ты же не ведьма, ты же артистка, ты же фея, ты должна нести людям радость. И вот это, пока я переключаюсь на это, это у меня забирает столько силы, столько энергии. Если увидеть меня за кулисами и потом меня в номере, то трудно будет подумать, что это тот же самый человек, который так бегает, носится, ругается, что что-то не подали, что-то не так. А потом все хорошо, в особенности с удачной работой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, да? Хорошо, Вань? Да. Важно, чтобы лонжа там не зацепилась. А? Ключ, конечно, ключ. Где наш ключ? Конечно, теперь уже все. Теперь мы будем ключ взять до морковь. Потом, потом возьмем ключ. Пошли. А еще что у нас было? Вторая перчатка у вас? Шура. Ой, я в панике. Привентик. Вот сейчас попаритесь. Сегодня хуже, потому что влажное все. А так красота. Сейчас музыка в цирке не может быть просто такой, что акробатом играть маршок. Понимаете, под полет играть в вальс. Сейчас каждое движение должно быть оттенено музыкой, должно быть озвучено. К этому сейчас наше искусство идет в целом все. Но я вам должна сказать, что перед репетицией случилось так, что я пошла в Большой театр. Смотрела Небединое озеро. И я подумала, вот сейчас делает какое-то движение, делается, понимаете, актером. И вдруг бы музыка не соспала. Вдруг бы он крутил пируэты и встал бы. А ему бы продолжали играть. Что бы было с ним? Вот в таком положении, вот в таком положении, часто поставленный мыль. Это серьезная тема, очень. Я вам скажу, об этом говорилось. Ну и что? И что надо сделать? Все очень просто. Вот я вам скажу, работал я с зарубежными артистами. Вот приехали сюда, болгары работали, поляки там, чьи. Приходит, авиза висит, работаем с десять, это, репетиции с десяти. Программа. Выходит первый номер, я с ней репетирую. Сделал. Ну как актер, он это отношения не имеет? Стоп, стоп, нет, имеет, непосредственно. Вот именно к вам это ищет. Я актер, если мне не написано в десять репетициях. Дайте мне сказать, дайте мне сказать. Вот Немчинская, это, я программу составил. Первый номер идет Котова, потом Немчинская, потом Кусейбур. Я пришла репетировать, извините, опять не репетирую. Не надо с вами репетировать, я не знаю, во что, мне надо с вами репетировать. Знаете, безусловно, он репетирует, а не кого меняется. КОНЕЦ 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 Сколько же лет это вашей трапеции? Так, сколько лет трапеции? Ну, давнишней, да? Ну, лет теснее. Ого. Так и не меняли, ничего, да? Ну, как это так не меняло? Нет, вот это меняли только. Ну, конечно, внутренне, специально туда пруток делали. У меня раньше была, у меня, понимаешь, курбанчик, раньше была очень большая и тяжелая трапеция. Когда-то давно считалось каким-то героизмом работать на очень широкой трапеции, чтобы обрыв делать чуть ли не на метровую трапецию, понимаешь? Ну, да. А потом я смотрю, что это никому не нужное, неудобство только создает такая вещь. Мне себе сделано более портативно. Ну, вы же теперь привыкли к нему, так уже, да? Угу. Обычная трапеция же, вот тут шарики должны быть обычные. А, ну, я же делаю такие трюки, что мне шарики мешать будут. Не пойти. Смотри, как хорошо вода. Видишь, отражается в нашем неразвитом зеркале. А, здесь в этом зеркале? Угу. Там проходы, там все-то проходят. Нам бы его надо еще хорошо выносить, почистить. Не могу я сегодня почистать. КОНЕЦ Встречается мне женщина, так с средних лет женщина. Что-то у нее поврождено челюстью, да. Немчинская. Немчинская. Раиса. Ну, я, как только что пришедший в цирковое искусство, я ее не знал. А она находилась после травмы очень тяжелой. Она воздушница, воздушный полет. Талантливая была артистка, я об этом не знал раньше. И вдруг разносит бумаги по кабинетам в канцелярии. Союз госцирка. Вдруг останавливает Немчинская меня в коридоре. Вы, кажется, новый директор Ленинградского цирка. Я говорю, да. К несчастью. Я тогда сказал, к несчастью. Еще тогда новый человек был и не понимал цирка. Так это не к счастью, а к счастью, она мне сказала. Имейте в виду, вот я поправлюсь после трагедии моей. Я буду работать и буду у вас. В Ленинградском цирке работать. Ну, я посмотрел на нее. Там ничего не было похожего с моей точки зрения на артистку. Мне показалось, что это курьер, который разносит и любит цирк, и фантазирует, или думает, значит, в дальнейшем как-то хорошо работать. Понимаете? Ну, у всякого мечта есть. И можете ли себе представить, Миша? Я, конечно, скоро узнал, что Немчинская – это прекрасная артистка. И после катастрофы и падения, да, и она сумела за два года не больше опять стать на ночь. Быть прекрасной, быть великолепной на манеже. КОНЕЦ Это особая специфика, понимаете? Доставлять людям удовольствие, доставлять людям радость. И вот ты работаешь, и ты видишь, как ты приковываешь внимание к себе. И вот когда я отработала, все хорошо, я так рада. И мне кажется, что я заново живу, и опять все у меня в жизни хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Где моя? Отверт? Все на месте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Первый день только вижу, что ребята с арбата идут. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хотела сегодня кусочек сахара у нас одином взять и забыла. Когда я работаю три раза, то все из жизни выключаю и оставляю только одну работу. Конечно, в какой-то промежуток я книжечку почитаю, посмеюсь, поговорю с кем-нибудь, но масса труда, который в жизни приходится делать, готовить обед, убирать квартиру, что-то шить, ходить в свое управление, заниматься какими-то делами, все это отходит, когда идут три представления. Остается одна работа. И поэтому в эти дни я особенно хорошо себя чувствую, как ни странно. Валерочка, ты немножко заходи больше под эту сторону, чтобы был сильнее икач. КОНЕЦ 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 Мне кажется, что если бы мне пришлось вдруг почему-нибудь бросить цирк, то, несмотря на то, что это вся моя жизнь, весь смысл моей жизни, я бы никогда близко даже не подошла к этому дому. У меня бы на части разорвалось сердце смотреть, как кто-то другой работает, а меня нет среди них. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ